Более 6 тысяч новых деревьев и кустарников к своему юбилею Уфа становится еще зеленее. Вносит ли такие работы существенный вклад в улучшение экологии в городе? И почему к празднику высаживают именно липы? Обо всем расспросим кандидата биологических наук, заведующего лабораторией экосистем и зеленой инфраструктуры Института природы Человека-УНИД Марию Лебедеву. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, почему в Уфе к юбилею сажают именно липы? Ну, как мы сейчас говорим, липа это своеобразный природный символ нашего города. Липа произрастает на Южном Урале в диком виде. Треть российских лепников сосредоточена именно в нашем регионе. Отсюда пошла и традиция использовать липы в городском озеленении. Со времен Софьюшкиной аллеи, с середины 19 века, это дерево украшает улицы нашего города. Это времена Аксакова, получается? Да, совершенно верно. Я думаю, с этим связано то, что Уфа и липы неразрывно связаны в сознании жителей нашего города и гостей. Да, и еще посвящена песня знаменитая Рима Хасанова. Да. В башкирском я плохо говорю. Уфимские липы – это гимн города Уфы. Да, да, да. Хорошо. Хорошо. А вообще, это дерево, оно первое место, где оно появилось? Вот если прям какой-то конкретный регион, какой-то конкретный город назвать, а не биолог, но, может быть, это возможно? Нет, так вопрос ставить некорректно. Вообще, липа распространена по всей европейской части. То, что я сказала о липниках на Южном Урале, их действительно очень много. Это же и сырьевая база для нашего башкирского меда, другого символа нашего региона. Также она распространена и в Сибири, но именно в Уфе как-то липа является таким традиционным и любимым деревом для озеленения. Хотя применяется она, конечно, по всей европейской части России, во всех городах. А еще какие вы деревья сегодня замечаете новые в Уфе, именно которые сажают? Сейчас большой акцент делается на красиво цветущие породы. Декоративно цветущие сорта яблонь, декоративно цветущие, декоративно листные сорта черемух. Причем черемухи обыкновенной, черемухи виргинской. То есть сейчас зеленые службы нашего города стараются расширять ассортимент древесных пород, используемых в озеленении. Какие-то породы используются и произрастают на территории Уфы традиционно. Это дубы, клёны, ясени, березы, рябины. Ассортимент древесных растений в Уфе достаточно широк. То есть вы даже новые дубы видите? Нет, новые дубы как раз сейчас насажают. В основном сажают менее прихотливые черемухи, яблони, быстрорастущие. И красивое эффектное цветение определяет выбор в их пользу. А вот липы, они, значит, неприхотливые. Но как вот они растут? За ними надо ухаживать? Человек их посадил, а дальше что? Надо ухаживать абсолютно за всеми деревьями, которые высаживаются где бы то ни было. Степень ухода может быть разной в зависимости от места посадки, в зависимости от возраста саженца, в зависимости от того, насколько агрессивна среда, в которую дерево высажено. Если посадка дерева сделана для того, чтобы украсить, например, улицу или транспортную магистраль, где среда агрессивна, бетон, асфальт, нагрев, выхлопные газы, уход за деревом требуется более интенсивный. Вот, например, здесь, посмотрите, асфальт, да? Да, как раз сейчас в рамках акции «Зеленая Башкирия», как правило, озеленяются такие оживленные магистрали, оживленные улицы нашего города. И именно в этих местах уход потребуется достаточно тщательный, интенсивный, продуманный. К слову говоря об оживленных местах, а может ли нести такая мера не только эстетику, но и какое-то практичное значение? То есть высаживаются вдоль дорог деревья, а значит в этом месте кислород, воздух более чистый? Функция такого средообразования, улучшение экологических свойств среды, это скорее первая функция зеленых насаждений в городе. Ну, по крайней мере, на наш взгляд, биологов и экологов. Потому что эстетика эстетикой, но... А не урбанистов. Ну, урбанисты это очень широкое понятие, я буду говорить со своей профессиональной позиции, эколог-биолога, там нет противоречий на самом деле. Кислород, увлажнение воздуха, тень, ветрозащита, солнцезащита, целый спектр средообразующих функций выполняют липы и другие деревья в нашем городе. Выполняют посадки... То есть каким образом проведена посадка? Это линейная посадка. Если это линейная посадка на улице, то такая посадка с правильным уходом, выросшая в правильную аллею, образует в городе своеобразный зеленый коридор. И это очень важно для комфорта жителей нашего города. Без этого комфортная жизнь в городе невозможна. А только ли деревья сегодня в городе могут действительно очищать кислород? Потому что я слышала, что болота, к примеру, тоже несут такую функцию. И вообще экосистемы, то есть природные системы, природные комплексы, они функционируют, как правило, комплексно. У болот есть ряд функций, у лугов, у степей, травяных покровов, у лесов. То есть все живые зеленые системы, они все выполняют целый перечень биологических, экологических функций. Даже газон? Газон как раз очень важен в системе, в городской экосистеме. Не столько газон, потому что газон, если правильно использовать терминологию, то газон это только один из типов травяных покровов. Травяных покровов в городе на самом деле очень много. И это не только классические английские газоны далеко. Но да, травяные покровы очень важны для пылезащиты, для регулирования стока поверхностного ливневых вод, для выделения кислорода, для предоставления, так сказать, убежища и места проживания представителям животного мира. Это насекомые, птицы, они питаются, они гнездятся. То есть очень-очень много таких невидимых связей, как их называют на уроках окружающего мира в школе, можно увидеть в городе на любой лужайке, газоне, полянке, под любым деревом, в любом парке. Интересно, вот с точки зрения биолога, как вы оцениваете тот факт, что вот сегодня везде приводят в порядок газон? Везде и даже во дворе, за домом. Я помню, у меня была маленькая, и вот когда я совсем была маленькая, у нас за домом были такие луга с разными растениями. А потом все это начали приводить в порядок. Зачем это нужно? Ну, вот скажем так, приведение в порядок газонов – это один из спорных вопросов в теме ухода за зелеными насаждениями. Потому что, конечно, если мы говорим об английском газоне, такой красивой, ровной зеленой лужайке, то, конечно, ему нужно приведение в порядок, например, в виде регулярного покоса. Если мы говорим о лесной, луговой опушке, то регулярный, слишком частый покос, слишком низкий покос ей будет вредить. И как раз то разнообразие трав будет постепенно редуцироваться. Есть такой биологический термин – снижение биоразнообразия, снижение фиторазнообразия. Поэтому наведение порядка, как с газонами, так и с деревьями, нужно обязательно. Но оно должно быть очень тщательно продумано и представлять собой систему таких адекватно подобранных мероприятий, а не просто покос везде, везде, везде. Как сегодня происходит, к сожалению. Где-то происходит, да, где-то происходит. Не совсем так, как хотелось бы. Вернемся к деревьям. Тополь сегодня же не сажают, так? Тополь сажают меньше, чем хотелось бы, я бы так сказала. Да. Я думаю, вы скажете, нет, все, отказались от этого дерева, от него аллергия. Нет, вы знаете, это как раз одно из… Есть, чтобы понять, зеленый миф. Это одно из распространенных заблуждений, что от тополя пух, от пуха аллергия. Давайте вырубим все тополя, тополя сажать не будем. От его рода зависит. Это как раз то заблуждение, с которым борются все профессионалы зеленой индустрии по всей России, и в том числе в Башкирии. Да, нельзя сажать женские особи тополя белого, который образует пух в большом количестве, который вредит. Ну, нельзя, потому что есть определенный ущерб. Но в целом виды рода тополь, гибриды рода тополь, многие из которых не пушат, это незаменимая порода для городского озеленения. Тополя – максимально быстрорастущие породы для городского озеленения, это очень важно. Они поглощают, как пылесосы, выхлопные газы. За счет большого количества листы, большой площади листовой поверхности они удерживают пыль, что очень важно для города. Поэтому альтернативу тополям, на самом деле, найти трудно. Но подходить к выставке тополей надо с большой степенью профессионализма, с большим пониманием, что именно сажать и куда именно сажать, и на сколько сажать. Вот когда, например, черниковку засаживали деревьями, неужели тогда не предполагали, что могут быть такие последствия? Что вся черниковка летом, самый такой цветущий для них период, будет просто как в снегу? Это уж не говоря о том, что люди страдают, это еще и некрасиво, это надо убирать, и опять же, дополнительные расходы. Почему так произошло? Вы когда-нибудь задумывались? Ну, да, мы можем только предполагать, но предположение заключается в том, что в послевоенные годы, в 50-е, 60-е годы, в приоритете стояло именно достижение быстрого результата. Может быть, было что-то не учтено, вполне возможно, но тут еще есть такой показатель, как эксплуатационный срок зеленых насаждений, потому что тополя в Черниковке, проблемы у них связаны не только с тем, что они пушат, но и с тем, что они сейчас находятся в аварийном состоянии. То есть я уверена, что когда реализовывалась программа по их высадке, она подразумевала, что просто в тот момент, когда деревья подойдут к порогу своего срока эксплуатации, они будут заменены поэтапно, постепенно, на какие-то другие породы с учетом текущих условий. С той задачей, которая была поставлена перед тополями в моментах высадки, я думаю, они справились на ура, потому что Черниковка — это же промышленный центр нашего города, да, и я думаю, пух в Черниковке не самая большая экологическая проблема была на тот момент. А вот с той, которая была, они, я думаю, справились, исправлялись и справляются достаточно хорошо. Исправляются по сей день, потому что Черниковка сегодня считается, если я не ошибаюсь, самым зеленым районом Уфы. Да, я думаю, я бы с этим согласилась, да. Не слежу прямо за статистикой, но, в общем-то, да, за счет типа застройки, за счет сохранности зеленой инфраструктуры пока что, да. В Уфе зелени хватает, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, ботаника, у которого задача сделать мир как можно более зеленым, зелени не хватает всегда и везде. Ну, конечно, в целом, конечно, Уфа достаточно зеленый город, но с этим ее зеленым капиталом, я думаю, надо обходиться очень бережно и вкладывать много усилий и средств, в том числе, в развитие этого капитала. Да, беречь это место самим жителям, то место, где они живут, и не наносить вред, самое главное. Спасибо. Довольно трудная задача, но да. Да, спасибо вам большое за это интересное интервью. И я напомню, что гостем нашей студии была кандидат биологических наук, заведующая лабораторией экосистемы зеленой инфраструктуры Института природы Человека УНИД Мария Лебедева. Оставайтесь на телеканале Вся Уфа. Субтитры создавал DimaTorzok